Всем привет! На связь я вышла спустя очень долгое время. За это время много чего произошло. Я купила себе новый телефон. Надеюсь, что меня сейчас будет лучше видно, лучше слышно. Вот, сейчас зашли в озон и идем с Сашей за продуктами. Фикс прайс хотим зайти, может быть, что-то вам покажу. У нас плюс один на улице, но ветерок такой прохладный. Хотя в целом на улице нормально. Саша решила, что ей нужны тапочки, да, Саша? Вот тут какие-то тапочки есть. Ну, не знаю, какие из них ты планируешь себе брать. Неплохие. Мне тоже никакие не нравятся. Пока все, что мы выбрали, это... Пока мы выбрали только цветной картон. Расстраивалась? Ну, не надо покупать лишь бы что, Саш. Надо купить то, что тебе нравится. На самом деле у нас уже чувствуется приближение весны. Солнышко довольно часто выходит. Сейчас в магазин пойдем. Фикс прайс уже сходили. В общем, у нас теплее, чем у нас будет. Слушайте, это так удивительно просто. Вот мы 10 минут побыли в магазине. Смотрите, как изменилась погода. У нас просто метель поднялась. В общем, зима пока не отдает свои права весне тут никак. За то время, пока меня не было здесь на канале, я уволилась с работы. Ну, как уволилась? Работала я на временной основе по договору ГПХ. Поэтому сейчас, до Нового года вернее, я уже не работала. Не помню, говорила я вам или нет. Сейчас я буду проходить обучение на администратора социальных сетей. Ну и, соответственно, буду после обучения работать. Ну, вернее, во время обучения там тоже будет тестовый клиент. То есть сейчас я его уже возьму и буду получать свой опыт, необходимый для того, чтобы двигаться дальше. Конечно же, сейчас я тоже подрабатываю. Подрабатываю я сейчас на монтаже видео. Монтаж делаю для Reels. Тик-ток, если кому-то надо, пишите. Можем с вами посотрудничать. И, соответственно, живу я сейчас очень скромно. Потому что, конечно, вот этих вот доходов мне пока не хватает для того, чтобы окупить полностью все свои необходимые расходы. Буду стараться выходить сейчас уже на более высокий доход. Так как запланирована поездка на море. Ну и кое-что еще. Я недавно делала щавелевый суп для себя. Делала без мяса. У меня Саша не ест щавелевый суп. Маленькую кастрюльку. Вот сварила себе щавелевый суп без мяса. Сейчас яичко добавлю. И со сметаной. Мне кажется, прям, ну, очень вкусно. И, наверное, на вечер сделала картошечку с грибами жареную. Ела с таким большим удовольствием. Приятно то, что абсолютно все ингредиенты свои, не купленные. Плюс даже яйцо домашнее. Так что получила просто огромнейшее удовольствие от этого. Так, вот эти цветочки я покупала в прошлом году. Но так их и не сажала. Здесь есть одна лаванда, оказывается, декоративная. Не знаю, зачем я ее купила. Но ничего, в палисадничек можно будет посадить. И одна, соответственно, ту, которую можно будет применять. Цветы ее заваривать. Дальше я купила листья салата, морковь, помидоры. Я купила три сорта. Два из них среднеспелые и один познеспелый. И еще один познеспелый мы посадим вот такой. Я его покупала в прошлом году. У нас семена уже свои. Надеюсь, что с семенами все в порядке. И мы его посадим. Очень вкусные помидоры. Именно для салата. Сладкие, большие. Рекомендую, если рассматриваете для себя какие-то новые сорта. А сейчас мы с вами сходим в светофор. Посмотрим, что там есть. Мама попросила посмотреть лук-севок. Ну и так поглазеем, что там еще интересного. Обещали сегодня минус 4. Но, судя по лужам, потому что с крыши течет, все-таки у нас плюсовая температура. А в Москве сегодня где-то минус 15. Держитесь там, товарищи. Морозы, правда, скоро и к нам придут. Но, надеюсь, что у нас они будут не такими жесткими, как у вас. Тут уже все для огородного сезона есть. По ценам. То же самое получается, да? Такой искусственный рулон. Пленка уже продается. Но цены нет. Геотекстиль мегапласт. Весь 4 рубля. Что это такое? Это пленка, нет? А, нет, это материал. Такой, укровенный материал. Вот есть черный. 230 рублей. Шланги. Шланги. 817 рублей. Вот стул, кстати. 211 рублей. Кому интересно, саморезы. Тяжелые. Ведро. 87 рублей. Сколько? 10 литров. Порше ведерчика. 500 рублей. Вот бак такой небольшой. Мы в прошлом году типа такого брали. Туалетная бумага 134 рубля 8 романов. Это что, туалетная бумага тоже какая-то. Немножные плотицы. Было. Кремово жидкое. Салфетки 60 рублей. Довольно большая пачка. Есть еще салфетки побольше. Тут 220 уже штук. 77 рублей. Пачки хорошие, кстати. Я здесь тоже уже брала их нормально. Вот по 70 есть. 200 штук. Вот, кстати, тоже салфетки вообще по 36 рублей. Большая пачка. Продуктовый магазин заходить не буду, потому что мне там ничего не нужно. Какие-то, кстати, детские домики. Палатка детская 620 рублей. На природе классно. Вот он. Есть разложенный тент. И для малышей самое то. Вот он. Блин, в общем, лук-севок я нашла, но там сейчас оплата только за налик, а налика у меня с собой нет. Зашла еще в порядок. Сейчас тут посмотрю, что и как. Может, что-то интересное найду. Подруге скорый день рождения. Надо что-то полезное, наверное, купить. Посуды очень много, конечно, симпатичные. Но цены не сказать, что дешевые. А тут особенно вот тарелки. Там вот такие симпатичные тарелочки. Хотя я, конечно, больше склоняюсь всегда к таким бежевым, белым. Вот эти симпатичные, конечно. Это, я так понимаю, за комплект. Все на 6 персон. Какие идут цены. На сегодня все. Я с вами прощаюсь. Скоро, скорее всего, выпущу ролик уже из деревни. Субтитры сделал DimaTorzok